пока делал видос совсем забыл поздравить вас с этим замечательным днем с 1 сентября поздравляю всех вас с днем знаний желаю вам прекрасного нового учебного года в школе или может быть у кого-то в колледже него или университете в общем желаю всем чтобы всех все прошло прекрасно учитесь учение это свет а теперь смотрите видео здравствуйте это канал максимации это модная игру когда соседа который присылают подписчики или просто гости канала как вы знаете у меня коронавирус система показала положительный результат я об этом уже писал сообществе века но я там немного неправду сказал вам ничего у меня повторно не не проверяли проверили один раз первый первый раз он подтвердился дело было в том что у меня мазок когда взял врач врач сказал завтра вечером мы вам если позвоним значит результат положительный если отрицательный то мы вам не позвоним ну и и с и в тот вечер нам так и не позвонили я поэтому и подумал что ну нету коронавируса и бегом сообщать всем что все хорошо все хорошо и вот только на следующее утро позвонили сказали что у меня все-таки коронавирус очень печально я уже я уже неделю почти болею коронавирусом и уже почти уже 6 дней подряд без остановки болит голова болит и сейчас но сейчас уже не так сильно я видел могу записать постараться короче этот мод название кого не имеет тимофей просто тимофей это моя первая попытка сделать мод на как пилотные серии шум такой вот шрифт здесь с другой стороны есть и если я том что я болею коронавирусом есть в этом и хорошее в том что мне не нужно будет прививку ставить как бы эти тела будут после этого прививку я ни разу не ставил потому что потому что сначала мне во первых ее нельзя было ставить потому что мне не было 18 лет а когда исполнилось там уже про коронавирус не говорил даже никто только вот недавно эпидемия 5 начал начал начала распространяться серьезно уже масочный режим для продавцов магазинах вернули и я абсолютно уверен что скоро вернуты для обычных людей как только вот эпидемия вот это вот вернулась так сказать недавно так и почти из почти сразу же вот в этом вот вот этот момент меня отец на работе подхватила коронавирус и притащил его к нам домой вот таким вот образом я и заразился собственно заболел то есть вы то есть вы не подумайте не я подхватил не я шарился там где-то это меня это меня заразили меня мой отец заразил с работы он там но он то вообще в легкой форме переболел он уже вылечился а я я вот как бы болею я бы сказал что если сос если составите 5 ступеней тяжести то вот я наверное на 2 или 3 но сейчас уже наверно на 1 даже чуть-чуть до 2 наверно не хватает но вот вчера точно на 2 я вот в воскресенье утром я вам я бы можно сказать я был на 3 потому что мне вообще очень плохо было я полдня провалялся в постели меня тошнило у меня была высокая температура 39 почти вот на первой ступени это я бы сказал те которые 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 у которых вообще симптомов нет но у них коронавирус есть а вот вот на четвертой ступени это те кто уже попали в больницу и который там лечится но которые в сознании а на пятой ступени это те кто в коме он подавил лежат большинство из них из таких и уже при смерти лежат бывают к сожалению даже те которые в моем возрасте умирают не приходя в сознание но в основном такое чаще всего со стариками бывает короче вообще чуть за мод я какую-то мешанину вижу сейчас из разных модов вот интерфейс из хардкора перезапуск взят здесь мы да это похоже на мешанину из модов какую-то очередную здесь на новый год мы видим там джо был этот жуткий в обучении вот так вот я говорю я не не делал прививку потому что мне не было 18 а потом когда исполнилось уже никто про коронавирус не говорил когда вот вернулся разговоры о прививках пошли я вот думал он наверно не тоже стоит оставить но вот как видите совсем немного времени прошло и он меня уже подхватил и анимация будет какая обычная так потешено сделать что громко очень ну ладно давайте пройдем все таки что соседа слишком быстро бегает ну и вот поскольку я переболею тут это времен временный иммунитет у меня кроме усу будет но только не только вы не думайте о том чтобы повторить специально заразиться от кого-нибудь чтобы антитела получить вместо прививки этого этого это был это очень глупая идея объясню почему потому что вот одна одна девушка думала так же вместо и пришла к родственникам которые болели коронавирусом в легкой форме причем они болели она заразилась легла на аппараты вл и умерла вот так вот коронавирус у каждого по-разному каждого разные реакции разные симптомы сколько вот у ней у нее родственники болели в легкой форме она вот так вот умерла тот коронавирус походу вообще может быть андул так что ни в коем случае не вздумайте не пытайтесь ими заражаться специально это вот это того точно не стоит лучше сделать прививку конечно говорят что после прививок там что-то плохо становится есть ярые противники этих прививок говорят что то на глаз женщина слепа стала не видит какая-то а еще мы мы вместе с моим дедом были на даче там какой-то бабушка разговаривали говорю говорю что у нее сын прививку поставил и в больницу загремел и она теперь категорически против ставить прививку у меня родители привет прививались дедушка с бабушкой прививались и все нормально так очередной новый год я вижу у меня кузен пять лет ему скоро он в детском саду уже несколько раз подхватил болезни и одна из них это было крана вирус как раз таки детском садом часто какую-то болезнь подхватывает это там детишки болеют постоянно и болеет и и вылечивается все время по довольно таки долго долго приходится ждать пока вылечиться еще заболела этим коронавирусом очень-очень не вовремя у нас в новосибирске на этой неделе последние жаркие дни в этом году на следующей неделе уже окончательные похолодания будут я эти эти жаркие дни выпускаю на этих выходных деревне не ехать нельзя потому что поскольку это коронавирус я должен 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 две недели на карантине посидеть да конечно вы сейчас скажете но такой закон отменили но я считаю что по поскольку его раньше в 2020 приняли значит это опасно думаю что рисковать не стоит конечно это будет большими очень непростые испытания просидеть две недели дома никуда не выходить ну как ну раз уж поклялся 2020 не нарушать карантин никогда то придется за свои слова отвечать ну если чё вы только не думайте что я буду на выходных видео записывать все равно ну может быть крайнем случае если сильно захочется так то я на выходных отдыхать буду все равно ну если я вылечусь к выходным точно томога магазинчик по крайней мере ходить буду но в деревню ехать не стоит еще потому что бабушка с дедушкой там болели тоже вот они говорят что вот у меня коронавирус поскольку они наверно тоже пойдут провериться вдруг у них тоже поэтому это ведь поэтому это риск сейчас туда ехать я то поскольку переболел я конечно не заражусь но всяком случае туда не стоит ехать пока я не выздоровлю даться до самого конца помимо баба с деда там еще много кто живет за кого-нибудь заразить это это будет очень-очень плохо и особенно и вдруг заражу так что кто-нибудь на ивэл ляжет так что не стоит не стоит вчера мне как-то вообще тоже плохо было мне какая-то слабость была слабость такая что я не мог руками отковырять кожуру банана представьте себе а блин я забыл раскрасить портрет а давайте другую серию я получил пирог сразу давайте здесь уже никакого нового года я не могу вот и Продолжение следует... Продолжение следует... Какой-то ребенок кричит. Я про эти Хаги-Ваги скажу вот что. Я их ненавижу. Я эти Хаги-Ваги просто ненавижу. В прошлом году придуманы эти звери страшные. И у меня их просто обожает этот кузен Ловчик. Он мультики не смотрит вообще. Смотрит всякую фигню про Хаги-Ваги, про всякие другие ужастики, которые непонятно вообще, чем снимают. Никакие, никакие мультики ему абсолютно неинтересны. Одну хрень смотрит на ютубе. Мой канал раньше смотрел, сейчас ему тоже уже неинтересно. Смотрит только хрень, только хрень и не более. Отучить его, скажете вы. Ну, неохота как-то что ли. Если ему запрещать, он будет реветь, а я терпеть не могу, когда он ревет. Родители ему разве что его запрещают. Он сидит, он берет телефон, уходит наверх и там тайком смотрит. А мультики попросить его посмотреть, это бесполезно. И он вообще смотреть не будет, неинтересно, нисколько. И бесится, ненавижу этих Хаги-Ваги, потому что как раз таки вот из-за них. Из-за таких подобных вот деградируют дети. Просто деградируют дети. Так, давайте этот... Давайте этот уровень пройдем. Откроются ли там какие-то уровни или нет. А нет, я думаю, что не откроются. Короче. Мешанина из модов, такая вот снова, которая заслуживает, я бы сказал, плюс-минус тоже. Такие вот дела. Ну и Хаги-Ваги, а внешне они мне не нравятся. Это вообще, они же страшные, отвратительные. Ну ладно, давайте перейдем к следующему моду. Так, это у нас следующий мод. Осторожно, музыка не проверялась на авторское право. А, да, 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 не проверялась. Тогда выключаем. Так, сейчас играет ремикс, хочешь. Так. Как будто сняты. Это ВКонтакте интерфейс, а это интерфейс Windows 7 внизу. Так, кореш студио, максимация, благодарю за отсылочку, как всегда. Довольно красивый дизайн. Вот этот, вот этот, вот этот дизайн, так себе. Тем не менее, я люблю Windows 7. Всего, всего один уровень, серьезно. Кстати, ну, пустов война, конечно. Конечно же. Да, мы все хотим, чтобы остановилась эта война. А это обучающий уровень, сода. Кстати, вот перед этим модом я пропустил один мод. Перед этим был еще один мод, который я пропустил, потому... Не стал его сейчас снимать, потому что... Это был обычный, когда-то соседа был, но было только одно отличие. Логотип игры. Логотип игры... Который был взят из... Когда-то соседа 3, но в офисе. Но там просто убрана вот эта троечка. Когда-то соседа 3. То есть, из... Просто логотип из кодоса соседа 3, все, больше ничего не поменяли. Каким фигом они это сделали, нафиг они это сделали? Я не увидел смысла снимать, делать обзор на этот мод и, короче, пропустил его. И все, все, это все. И все, это такой... Столько надежд было на заставке, и все они канули в лету. Замечательно. Очевидно, что... Судя по всему, это какая-то... Вообще, демка. Очень-очень маленькая демка, которая... Поскольку здесь один уровень, я... Просто ничего оставить не буду. Просто ничего пока не буду ставить, я ничего пока поставить сюда не могу. Переходим... К следующему моду. Так, судя по всему, это какой-то очередной хардкор. Хотя хардкор, как я уже всегда говорил, это тот... Это именно то, что адски-адски сложно. А это... Очередной хоррор. Очередной хоррор. Вот мы и так это лучше назовем. Дизайн... Дизайн довольно-таки красивый, конечно. Видно, что от руки нарисован. От своей, но тем не менее... Соседа, нет, тебе повезло. Ну, давайте посмотрим. Смерть. Слышь, ты... Да-да, соседа пока что нет, но я постараюсь добавить в следующее мгновение. Привет, смертный, ты сегодня умрешь. Ну, чего ты ждешь? Тренируйся. Ладно, давайте посмотрим. Ты умрешь, мортал. О, какой-то свой собственный джой здесь. Да. Ты умрешь, мортал. Ты умрешь, мортал. Внешне тоже нет изменений. Я только в интерфейсе изменений сейчас тут вижу. Ну ладно, давайте пройдем. Просто посмотрим на... Вдруг какие-то изменения потом обнаружатся. Пройдем до второго сезона, так сказать. Это у нас что такое? Адское яйцо, блин. Что за музыка играет, я не в курсе. Может, из хардкора перезапуска она, конечно, играет, но... Кстати, хардкора перезапуска... Вот я же снимал на канале мод хардкора перезапуска уже довольно-таки давно. И недавно... Не, не недавно, 9 месяцев, 9 назад... Эти социал... Социал медиа продакшн назвали этот мод наркоманским. Улучшенный. То есть, они сделали хардкор... Социал медиа продакшн. Свой, первый. И если этот мод перезапускал наркоманским... Значит, и у них наркоманский тоже. Улучшили хардкор, и они его взяли... Обосрали, так сказать. И ведь дело в том, что они этот хардкор перезапуск публиковали у себя в группе. Но это какой-то... Позор. Так вести себя. С их стороны, если честно. Так, телекранада. Воскрес, он... Говорили по телеку. Сосед... Говноед. В кресле из плоти. Перед телевизором с неприемной бутылкой крови в руке. Время от времени он заставляет духов... Вселяться в себя и тащиться в холодильник за новой бутылкой. Плоти и крови. Как же будет повезло, что он не умер. Пока. Похоже, буковки не хватает. Условие лоадинг там. Внешне, да, действительно, никаких изменений нет вообще. Только в интерфейсе некоторых предметов. Пока что я только в яйце нашел. Будут других предметов какие-то змеи, не знаю. Но пока ничего не наблюдаю. Да, как и в предыдущем моде. Тут сосед так же быстро бегает. Ходит. С такой же скоростью, блин. Надеюсь, на этой музыке авторских прав нет. Давай, давай, быстрее. Мне уже надоело на это надеще смотреть. Тем более у меня голова не очень-то здоровая сейчас. Да, сосед каким-то странным реально становится после вот этого... ...после пака стремленного. Так. Пирог из плоти. Давайте сразу посмотрим. Здесь никаких изменений даже не наблюдается. Никаких подсказок. Но тем не менее, нам дали подсказку. Пирог из плоти. Что может быть лучше пирога из плоти? Думается, сосед ставит очередной кусок плоти в микроволновку. Пальчики оближешь. Но если и как следует приспичить, забудешь даже про плоть. Про плоть. Это одно слово. Сед мечится в ванну, чтобы словить тебя. Вуди останется только ловить момент для пытки. Вуди ты... Мертв... Вы. Ещё нет пока. Блин, кто там сверлит на улице, а? Не дадут даже музыку услышать из этого мода. Хе-хе-хе. 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 Хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Пройдём этот уровень, посмотрим уровень, который сблокируется на изменения. Ну, даже анимация какая-то сейчас была непонятная. Это, наверное... Чё-то только понакалякал, и анимация глючная получилась. Заготовок. Заготовок. Чё-то и не дадут. Всё накалякал! Грюрира. Заготовок. Чё-то и не дадут. Грюрира. Хе-хе-хе-хе. давай давай быстрее заканчиваю мне уже надоело ждать полчаса уже записываем одни и те же уровни проходим посмотрим уровни на изменения оставшиеся ходить уже не будет ничего нету здесь по-любому ничего не будет даже изменения в описании даже тут тоже нет никаких изменений описание искусство требует тебя 8 марта наш подопечный решил сделать маменьки несбываемый подарок может подарить ей тебя на убийство или сердце демона высечь статую маменьки в полный рост или смастерить для нее топор размышляя блин жуткого жутковатое размышление у него конечно у короче понятно только за дизайна плюсик прибавлю плюс минус тоже ну а на сегодня все с вас и кос подписался с меня эпичный видос подписывайтесь на стримский канал спаде вконтакте всем пока и и и и и и и